Мы заказывали двери в прихожку. Сейчас мы эту прихожку освобождаем полностью. У нас здесь первый этаж, мы практически тут сейчас не живем. Вот нашли коробку с кружкой. Все пыльные. Сейчас я пересмотрю, что тут у нас есть хорошего еще можно оставить. Перестираю. Ну что-то выброшу, конечно. И вот пока муж ушел на мусорку, покажу у нас прихожка. Смотрите, такое безобразие. Все мы тут сломали старые. Это еще от старых хозяев осталось, у которых мы дом покупали. У них здесь была прихожка вся вот так встроенная по всей стене. Это мы все сломали. Вот весь мусор выгребаем, разгребаем. Двери нам, вот наверное сейчас позвонили или сегодня или завтра привезут новые. Это тоже еще от старых хозяев двери. Вот они такие. Ну в принципе они как бы еще хорошие. Потому что мы их кому-то еще и отдадим. Кто-то ими воспользуется. Вот здесь у нас будет комната старшего сына Никиты. Здесь уже под чистой все готово под ремонт. Полы сделаны. На всякий случай теплые. Потому что мы столкнулись с тем, что первый этаж все-таки прохладный в этом доме. Вот здесь тоже мы еще тут не разбирали. Тут и все, что было в прихожке. Везде все сюда снесли. Ну в принципе здесь тоже комната готова под то, чтобы повесить люстру. Постелить линолеум или что там с ним еще сделать с этим полом. Хочу стены. Такие у нас стены будут. Вот такие. Покрашенные такой красочкой. Красивой. Камеры не передает. Но когда будет мебель и хотим еще электрический камин купить. Будет очень красиво. А здесь хочу похвастаться. Тоже вот такая комнатка у нас в пристройке. Здесь будет у нас мастерская. Потому что мы все что-то рукоделием. Чего-то мы делаем. Лепим. Малюем. Творим. Рисуем. Вяжем. Шьем. В общем мы сюда поставим тут стенку под всякое рукодельное. Это очень много все места занимает. Пряжи у меня очень много. Дети здесь будут рисовать. Не боясь, что они там что-то дома запачкают. Вот. В общем обживаем и потихонечку делаем ремонт. Кухня у меня тоже вся сломанная. Показывать не буду. Покажу когда совсем ее доломаем. Всем привет. Наше продвижение по ремонту. Сегодня у нас пришел Сережа Друг. Вот у нас подготавливают стены. Вот одну стену уже подготовила. Она сохнет. Здесь как в парилке. Здесь так жарко. Вечером мы конечно окно откроем, чтобы все было просохло. Но сейчас открывать окно нельзя. Простынемся. Будет сквозняк. Стены тоже такие структурные будут. Как и в той большой комнате. Я уже показывала. Вот такая у нас разруха. Все мы поломали. Все переделываем. Вот. Пальма моя многострадальная. Так наверное я ее и выброшу. Уже все. Такая она стала. Не в тему. Уже все отжила в свое. Наше продвижение по устройству дома. Разгребаем то, что под лестницей. Это прихожка. Она отапливается. А я разгребаю вот здесь в терраске. Здесь не отапливается. Лиже нужно убрать уже все. Хоть снег есть, но уже не катались все. Это у меня мешки я припослав от носов. Почему здесь клеенка на полу? Потому что нет еще лака на досках. Лак будет еще потом. Но это уже потеплее когда будет. Можно будет опять этот шкаф разобрать. Такой большой под потолок. Потом опять его сюда соберем. Поставим. Здесь у нас всякие кофточки хранятся. кофточки. Здесь тоже. Пока еще порядка здесь нет. У нас живем в Аврале. С комнаты в комнату все перетаскиваем. Здесь вот такой вот литий сапоги. Демисезонные. Всякие поближе. Потому что я не знаю как их одевать. Сегодня холодно. Завтра тепло. То резиновые нужны. То дутушки. Такие вот сапожки. Классные. Снежинки. Ну и вот не докажешь, что они классные. И нужны. Например, с куклами. Лол. Дешевенькие какие-нибудь. Они ортопедические. Ребенок есть ребенок. Еще вот. Вот. Такой вот срач. И мы его ликвидируем. Забыла днем снять терраску. После того, как мы розовал там разгребли. Сейчас попробую вот так. Вот. Что у нас получилось. Мы тут кучу мусора выбросили. Строительного и не строительного. Старую обувь все выкидывали. С прошлого года. Которую обмолила детям. Но это ненадолго. Потому что стройка у нас продолжается. Сейчас я. Здесь пол подсохнет. Он без лака. Сейчас я постелю опять клеенку. Все это закрою. Потому что будут приходить маляры. Что которые если они. Ну кто курить на улицу ходит. Или там на что-то выносим. Это все затопчется. В общем клееночкой закроем. На улице уже темно. Дети у меня в секции. Сейчас Сергей за ними поедет. В секции сначала ходили. Егор и Снежка. Сначала Егор ходил. Потом Снежка говорит. Я тоже хочу. Давай попробуем. Попробовали. Ей понравилось. Тренер тоже сказал. Что толк из девочки. Вроде как получится. Ходят они. В рукопашный бой. Ну что вы думаете. Василиса. А я что. И меня тоже. Давайте. В общем Василиса у нас с удовольным слушателем ходит. Секция платная. Мы за нее платим. Но она у нас. Не участвует в соревнованиях. К ней такое щадящее отношение. Потому что. Ну Василиса не боец. А Снежка и Егор. Да. У Егора есть уже медальки. У Снежки тоже есть медальки. И Снежка физически гораздо сильнее чем Егор. Но Егор цепкий. Я как-то была на одном соревновании. Мне конечно это не очень понравилось. Но то как вел себя Егор. В общем это делает ему очень много плюсов. Так что вот товарищи приемные родители. У кого детки вот с такими как у нас Егора. Закидонами скажем так. Отдавайте их в спорт. Это очень помогает. Дисциплинирует ребенка. Ну все. Скоро муж поедет с детьми. Можно снимочку закончить. Вот у нас такой потолок будет. Смотрите какой. Вот такой. Розовый бешеный. Ну да. Камера немножко это искажает. А у тебя еще от комбинезона бликует. Он вообще на телефоне. Он смотрел. Кажется прям розовым. Идешь. Вот такой потолок. Надоели на белый потолок. Ис lodge у нас в силе, ботолок. А вот там потолок вашей. Передает, свет, не передает цвет. задумка грандиозная но он уже не розовый нормально мне кажется сам красивый ты более что никита согласен был даже на оранжевый я уж сегодня записывал кусочек один то что у меня серега эти бутылки собирал по всему городу баночку с краской в одном магазине потом вторую там уцененную взял там штраф кончается за 3 вообще другой конец города поехал и сейчас опять же ничего не берут на продажу берут только ставит две или три бутылки на витрину остальное только на заказ а мне узбело в голову таким цветом ну вот это кто знаешь с этим постоянно а мне трудно я же 3 манта лёша я же первый раз жизни делаю такой ремонт понимаешь для меня это вообще лес тёмный так любопытные варвары ну-ка наверх все василиса сергеевна василиса сергеевна посмотрите на меня девушка наверх вы чё там вяжите опять все снежана ты мой голубоглазик давайте наверх сейчас будем кушать